Беженцы из сектора газа, у которых есть российское гражданство, смогли принять участие в выборах президента России. В свое время наша страна протянула им руку помощи, а сегодня они решили сделать выбор в пользу ее будущего. Из Тиберды репортаж Аллы Динаевой. Беженцы из сектора газа в Тиберде четвертый месяц. Шесть человек из них имеют российское гражданство во второй день выборов президента России. Они встали пораньше, чтобы участвовать в важном избирательном процессе. Хотя весна вступает в свои права, в Тиберде в этот день выпал снег. Но это не омрачает настроение. Живописный курорт, прекрасен, но в любую погоду. На ближайший 59-й участок, который открылся в здании администрации Тиберды, приехали выходцы из Палестины. Ранее они подали заявление для голосования по месту нахождения. Махмуд Шаббат хорошо владеет русским языком, потому что он учился и работал в России. Гражданство Махмуд получил три года назад. На выборы Махмуд Шаббат пришел вместе с супругой Ранин, которая недавно тоже получила российское гражданство. Впервые. Я даже у себя там, я сам как бы из Палестины, там тоже ни разу не был на голосовании. Закончил школу, приехал сюда. Вот это впервые в жизни даже, не только в России. Да, поэтому нам как бы очень приятно. И дай Бог, чтобы Россия всегда была вперед. Отложив домашние дела на потом, реализовать свое избирательное право идут жители Тиберды. Я пришла с сыном, с младшим. Старший сын служит, дочка учится, муж на работе, как всегда. Мы пришли, выбрали, выбор сделали свой. Думаем, что будет все хорошо. Родители завтра придут голосовать. Сегодня из семьи пришел только я. В выборах президента участвовал первый раз. Я свой выбор сегодня сделал за свою страну. Праздничная атмосфера. Идут, голосуют и наши жители, и приезжие, которые отдыхают в санаториях. Всего в дни выборов в Тиберде открылись четыре избирательных участка, на которых праздничную атмосферу создавали артисты. Дом дружбы народа, это наша большая семья. Алладинаева, Мухаммед Ашибоков, Вести, Крачево-Черкесия, Тиберда.